здравствуйте дорогие наши художники мы вас приветствуем в центре современного искусства ауру закончился 2018 год и мы вместе с вами подводим итоги того что мы сделали в это время как мы проявили себя в искусстве какие подвиги мы совершили в искусстве и какое значение для нас будет этот год становление себя профессионального художника вот павел вам недавно рассказал почему слово ауру так важно для нас это слиток золота мы его организовали из своих как бы из своей команды своих единомышленников но мы как бы оглядываясь по сторонам смотрим что наш слиток золота увеличивается к нему прилипают приходят притягиваются маленькие золотинки и вот недавно одна золотинка проявилась и мы ее прямо объявили золотинкой нашего такого большого слитка золота это наташа бордо да по моему наташу бордо объявили золотинкой и очень много таких золотинок проявляется по планете и мы прямо чувствуем их присутствие и чувствуем свое увеличение и сердце радуется что мы не одиноки в том что мы хотим делать хорошее правильное искусство и что мы хотим писать красивые картины и для настоящего и для будущего и самое главное что мы трудимся как это духовно трудимся духовно мы пытаемся все что у нас есть хорошего выдать в холст выдать графическую работу может быть даже в скульптурную работу я очень рада что к нам подсоединилась сейчас алла чакир наша любимая подруга профессиональная художница и вот посмотрите пожалуйста какую она работу сделала к концу года просто когда видим эту работу последнюю просто хочется эту работу забрать к себе и никому не отдавать настолько аллочка хорошо поняла состояние человека во время зимы когда сердце хочет хочет согреваться и несмотря на погоду зимнюю и вот сегодня я хочу перед тем как паша начнет вас награждать да когда мы все прошли в той или иной мере эти все девять по моему курсов до которые мы предложили вам некоторые больше курсов взяли некоторые взяли один курс ничего страшного дело в том что мы только предлагаем да предлагаем за нами следовать а вы смотрите насколько процентов вы можете к нам подойти или полностью нас обнять и взять себе полностью эти знания или немножко дотронуться до этого золотого слитка а остальные знания брать где-то по миру в других местах то есть мы никого не заставляем это делать но когда к нам приходят люди которые с нами вместе идут мы это чувствуем потому что из этих людей из может быть других профессий мы да но когда вы начинаете становиться профессиональными художниками мы чувствуем что рядом с нами есть увеличивающаяся наша команда единомышленников вот как татьяна богомолкина как саша никитенко как виктория костюк как олечка большакова да много есть студентов всех не перечислишь которые действительно стали уже рисовать лучше чем мы понимаете в каких-то областях некоторые наброски делают лучше чем мы некоторые обнаженки делают лучше чем мы в общем-то мы рады этому и сегодня я хочу вам как такой маленький подарочек наставление что вам делать дальше если вы уже зашли на эту территорию профессионального рисования что вам делать дальше для того чтобы встать на ноги как художник чтобы вас не смело этим потоком критики да или потоком зависти чтобы вас ну как не пригнуло к земле да и вот хочу сейчас вам предложить маленький такой маленькое движение в сторону вас профессионалов и мы пойдем сейчас с вами к плоскости а1 и запишите пожалуйста себе вы можете не на 1 записывать можете записывать ну просто на бумаге то что я вам предложила или просто запоминайте я взяла цветные фломастеры и хочу рассказать вам как сделать движение в сторону своего высказывания в искусстве вот допустим вы чему-то научились у нас или у других преподавателей или у старых мастеров или самообразованием или у вас есть художественное образование и вот давайте я себе такую шпаргалочку написала и давайте напишем для начала что мы должны написать давайте мы напишем красным фломастером сейчас напишу пишем мы маленькие мы маленькие запишите что мы маленькие особенно мы это поняли когда мы свой побывали на многих выставках в европе и увидали как действуют старые мастера брейгель рембрандт вермейер мы там стояли возле них возле кодом они стояли и раз и ростом так хлоп мы совсем маленькие мы как детский царь рядом с ними но то что мы с ними рядом то что мы в этой когорте этих профессионалов хоть немножко зацепили их нам радостно но мы мы маленькие у нас есть возможность развиваться развиваться к тому чтобы стать очень сильными художниками у нас полно есть времени в жизни для того чтобы стать ими и давайте напишем какие нам движения надо если мы вот только сейчас начали понимать что мы художники но мы еще только маленькие художники пишем движение в сторону своего высказывания в искусстве движение в сторону своего высказывания в искусстве двоеточие я вам хочу сказать так как мы с Вовой уже в этом движении находимся 45 лет и мы хотим вам предложить пять пунктов таких которые вы сможете использовать для того чтобы вырасти мы большие вот здесь напишем потом что мы большие а сейчас пока мы маленькие такие вот мы да совсем маленькие да такие вот стоим такие маленькие художники перед миром а мир может нас вот так вот смахнуть вообще и сказать кто вы такие вообще вы не смеете да допустим даже краски портить и белый холст но мы должны стать большими первый шаг потому чтобы стать большими давайте другой цвет фломастера первый шаг пишем кухня художника первый шаг это предложение потому чтобы вы это делали и становились большими пишем кухня художника что такое кухня художника это конечно же графические зарисовки постоянные графические зарисовки всего что вы видите берите на карандаш так графические зарисовки мыслей снов событий фильмов книг прочитанных книг стихов в общем то вы поймете что надо брать на карандаш то что вам нравится да чтобы оставить его из мира не проявленного тонкого мира который мы не видим в мир проявленный как надо сделать чтобы допустим мысль да какая то материализовалась зарисуйте вот это очень важно делать профессиональному художнику где-то Вовин здесь есть Повочка найди мне свой рисунок вот здесь вот сейчас я покажу что такое проявленные мысли так и когда у вас соберется много-много вот таких вот листиков найди свой проявленный рисунок А3 да вот они Вовочкины проявленные мысли смотрите я показывала на леонардовских играх этот пример вот он готовился сделать много-много детских каких-то зарисовочек из своего детства по поводу Нового года и Рождества вот они проявленные мысли вот так надо действовать возможно большие ну А3 возможно маленькие там в блокнотике зарисовочки отточенный карандашик любимый вид да графического материала и когда у вас соберется таких проявленных мыслей да или событий там зарисовочки чего-то возьмите их оформите в маленькую рамочку в паспортушку да чтобы они были маленьким произведением искусства да и когда вы будете делать свой проект первый которому мы сейчас подберемся да у вас уже будет видна кухня художника как вы действуете перед тем как написать большую хорошую картину у вас должна быть подготовочка такая видна да люди должны видеть что вы не скатали откуда-то этот допустим сюжет и эту цветовую гамму или композиционный строй они должны видеть что вы сами подошли к этому да к этому действию чтобы вы нарисовали проявленный мир так пишем дальше пусть у вас эти маленькие сохраняются никуда эти не выбрасывайте я сейчас иногда нахожу свои рисунки когда только я начинала 1983 год вот тогда только я начинала мыслить да там после училища после института только тогда мы зарисовывали сидели у Вовы была кафешка и мы там делали и наброски и зарисовочки каких-то действий и по поводу там каких-то вечеров все это бралось на карандаш они сейчас лежат у меня дома и они иногда я их дергаю оттуда и вспоминаю что я тогда мыслила более четко более точечно чем сейчас давайте второе возьмем другой фломастер сейчас возьму другой фломастер зелененький и напишем что я еще хочу от вас чтобы вы подвинулись к мы большие да большой художник чтобы он был давайте напишем я предлагаю делать вам выставку одной картины выставка одной картины вот так выставка одной картины если вы сделали какую-то работу и она вам понравилась именно вам и вы не хотите с ней расставаться вы именно себя выдали туда в эту картину как это сделала Алла Чакир в последней своей работе да новогодней такой вот если вы такую картину сделали пусть она будет 40 на 40 пусть она будет 60 на 60 а вдруг она метр на метр ну я вам не советую начинать с сильно больших да начинайте с маленьких работ вы тогда можете вот эту одну картину повесить в какой-то пустой комнате где бы вы ни находились хотите снимите какой-то лофт хотите у себя в мастерской очистите стены сделайте какой-то какой-то антураж для этой картины чтобы люди могли подойти к ней допустим приглашенные люди приходят у вас темно в этой комнате и только они заходят вы начинаете высветлять эту картину допустим каким-то направленным светом да пусть здесь будет что-то ваше сокровенное нарисовано и допустим каким-то направленным светом вы на нее да там светите на нее а все остальное лофт комнаты темный да допустим здесь там где-то в углу стоят какие-то свечи может быть а все должно работать на чистоту пространства чистота пространства ничего нет кроме этой картины да ну оформите ее достойным образом да чтобы рама не заткнила картину чтобы там ракушняк или дерево у вас помогало быть еще второй рамой то есть стена это как вторая рама для картины да вот допустим ваша картина любимая да и вот сделайте так чтобы люди которые зайдут сюда да гости кого бы там не пригласили да человек десять пятнадцать пригласите обязательно кого-то пригласите с камерой чтобы может быть ТВ работало да может на телевидении или в интернет чтобы дали это событие и чтобы люди ничего здесь не видели и не ждали ничего от этой комнаты кроме общения с этой картиной сделайте такой эксперимент пусть эта картина будет маленькая вот возможно вы насыпите песок на полу пусть люди заходят и завязают в песке может быть вы накидаете каких-то досок по которым трудно будет идти не знаю что-то делаете для того чтобы человек зрением смотрел картину а тактильно ногами на полу до чего-то ну на что-то наступало на какой-то материал который будет служить предтечей да что к этой картине надо добраться через поход к ней да вот поход к этой картине из двери да и пусть шепчутся люди музыка обязательно музыка должна быть какая-то медитативная вам Владимир или человек часто посылает на сайт там нашу любимую медитативную музыку да какой-то парадоксальный должен быть здесь какой-то кусочек допустим что-то здесь лежит допустим какая-то инсталляционная штука ну даже нашего пластмассового скелета если положить или что-то еще какие-то поставить камни все должно работать на то чтобы не отвлечь от картины но все-таки какие-то парадоксальные интересные штучки должны работать на ее сюжет так вот это поняли да что надо делать делайте это обязательно пошли дальше третий совет это совет из наших прошлых действий в искусстве давайте третий совет это манифесты третий пишем манифесты что такое манифесты мы художники всегда хотим в жизни чтобы все было хорошо правильно и гармонично и вот давайте допустим возьмем манифест Владимира Ильичева насчет дома Руссова который разрушался разрушался под временем да в центре Одессы пока не начал быть вообще горой мусора я думаю что это часто бывает в старинных городах когда никем не ухоженные и не такие произведения искусства архитектуры просто складываются рушатся под временем и там и пожары бывают а сердце обливается кровью когда такие произведения ну исчезают с лица земли и город делается безликим вы же понимаете что современная архитектура не соответствует нашим эстетическим понятием да какой должен быть город как согревать должны эти архитектурные сооружения нас когда мы гуляем по городу и вот что он сделал он сделал несколько манифестов этот дом Руссова три или четыре раза горел его специально поджигали Володя сделал несколько манифестов потому что мы живем рядом с этим домом протестующих манифестов да допустим в защиту он как архитектор писал просто да что такое манифесты да давайте это допустим А1 да А1 и вы пишите по какому то поводу свое ну не то что возмущение а что то вы хотите исправить что то вы хотите лучше сделать в вашем городе или в вашей семье или на планете да и вы хотите вот где то допустим какой то исчезающий вид там животных или птиц и вы вот каждый свой свой манифестик возьмите сделайте что бы вы хотели сделать чтобы там допустим пингвины там не исчезали из-за таяния льдов да я не знаю какие у вас у вас предпочтения у нас предпочтение у Володи был дом Руссова пример да дом Руссова Вовочка когда ты первый манифест написал по моему 13 год вот Вова написал первые манифест Двенадцатый год Двенадцатый год был первый манифест да и он тут же начал рисовать дом Руссова в своих холстах вот манифесты да у вас есть но есть еще холсты холсты Он первый, как назывался этот первый твой, есть город, который я вижу во сне. Дом Руссова, как экспликация, да, по горизонтали у него была. Было бы неплохо, чтобы кто-то принес мне эту работу, и мы бы показали сейчас этот. Потом, дальше, под этот манифест, что рушится дом, теперь он по высоте взял, центральную арку. Эти, кстати, работы у нас дома с Володей. Принесите, там что-то есть из дома Руссова, это только Вова может принести из мастерской. Вот. Потом дальше, смотрит, никто не реагирует. Люди, конечно, собираются возле дома Руссова, там отстаивают, но из правительства никто не реагирует, продолжает рушиться. Мало того, его завесили какими-то сетками, чтобы люди не видели, что он рушится. Дальше пишем, это мы в четыре руки написали работу, участь, кусок дома Руссова, который рушится. И тут же фотография старинная семьи Романовых, да, которая тоже, ну как бы, участь ее была быть расстреляной, да, и дом Руссова рушится, и так же, как семья Романовых пала. И Николай, вот здесь вот тоже фотография с лопатой, Романов Николай. Дальше, следующий манифест Вова делает, тоже как-то его называет, там в интернете есть. Здесь опять кричит, рушится дом Руссова, там следующую работу пишем, да, там уже с другой стороны его рисуют, со стороны двора, да, там его, там где пожар, потек, с потеками. Дальше, следующий манифест делает опять, а один все это на территории нашего Аурома он делает, да и в Киев мы возили эти протесты в галерею Совиарк к Виктору Хаматову. Вот, а вот Вовочка принес нам, ну покажи, это один из первых холстов, это один из первых холстов, который называется «Весь город, который я вижу во сне». Видите, уже, он еще целый, представляете, он еще целый, когда Володя начал его рисовать. Верхушки, по-моему, только не хватает, там же его пылили изнутри, да, здесь еще все на месте, балкончики. Если сейчас, это 12-й год, сейчас 18-й, если вы подойдете к нему, от него остался один скелет, понимаете? И очень обидно. Ну смотрите дальше, что происходит, да, Вова пишет третий манифест протестующий, уже подтянул сюда архитекторов, они все подписались из нашего строительного института, архитектурного института там, в строительном. И у Ренев все подписались, архитекторы, под этим манифестом. Володя делает несколько маленьких работок, дарит их, дарит их тем людям, от которых что-то зависит, да. Это все идет уже 13-й год, 14-й, 15-й, вот это очень сложный год, да, 16-й, это все Володя пишет вот эти работы и вот эти манифесты. И вдруг начинается 17-й год и тоже продолжает большую работу, пишет, оперный наш пишет, дарит мэру оперный, обращает внимание на то, что он архитектор, который рисует живописным образом Одессу, которая осыпается, разрушается. И вот начал 18-й год, ура, ура, дом Русова начали чинить, начали, загнали, дом Русова начали чинить, причем очень хорошо, качественно, с восстановлением внутренних балок. И вот мы, ауру, считаем, что вот эти вот года, которые Володя делал, вот эти манифесты, заслуга наша хоть чуть-чуть, но все-таки немножко наша заслуга в том, чтобы дом Русова опять восстановился и улучшал, ну, согревал своей красотой нашу Одессу. Ведь это начало Дерибасовское. Вы поняли, манифесты делаем, это очень хорошо. Пусть маленький манифестик будет, ну, сделайте его. Пусть будет домашний манифестик. А хотите на территорию всей планеты дайте манифестик. Так, что еще могу вам предложить? Давайте, четвертое. И вот если мне кто-то поможет поднять эту штучку, или я вот так сейчас обогнусь и буду вам писать. Давайте еще, знаете, что сделаем? Вот это нельзя поднять, вот эти вот, их открутить. Ну, это будет сложно. Смотрите, я вам пока расскажу, Володя Антоновой, заявить о себе, повыше, повыше, заявить о себе на коллективной выставке, на любой коллективной выставке, любых художников, профессиональных, конечно, где бы вам не предложили выставиться, заявите о себе на этой выставке одной работкой. И скажите себе, что на этой выставке, допустим, выставились 50 художников, но я победитель. Вот это слово скажите, я победитель. У нас много раз такое было, когда маленькой работкой, какой-то невзрачной, мы побеждали на каких-то выставках, которые были почти равнодушные. Это иногда часто бывает в союзах художников, когда художники не сильно стараются. Но надо попасть в выставку той группы художников, которую вы уважаете. Вот в Киеве много таких есть товариществ, которые выставляются. И если под их крыло пойти, то можно о себе заявить хорошо. В Москве очень много есть таких команд художников, к которым надо подписаться, подлизаться к ним и выставиться к ним хотя бы с ними, хотя бы маленькой какой-то работкой. И давайте напишем «заявить о себе», заявить о себе с большой буквы, «себе». В коллективной выставке пишем «в коллективной уважаемой». Давайте, уважаемой, уважаемой, не лишь бы, знаете, выставки. Но как заявить, двоеточие, «я победитель». Вот так заявить, серьезно отнестись. «Я победитель». И вот я вам скажу, как мы заявили о себе. Мы начали выставляться у Виктора Хаматова в Киеве. Прошло, по-моему, шесть международных фестивалей в доме, в украинском доме, да, на Крещатике. И мы там несколько лет выставлялись со своей восьмеркой. У нас была восьмерка единомышленников, художников одесских. Мы очень старались, потому что выставки были, ну, просто замечательные, международные, с каталогами толстыми, и с международными художниками, и с коллекционерами, и с искусствоведами. И мы там тусовались очень сильно, и туда мы делали самые лучшие свои работы. Лучших работ мы, ну, как бы до сих пор не имеем. Конечно, их уже нет рядом с нами, они распроданы по миру эти работы, но мы где-то начинали готовиться. Фестиваль обычно шел летом в июне или в конце мая, а мы начинали готовиться с октября, за полгода мы начинали. И вот каждый делал три, четыре, пять работ, а потом из них выбирались две лучшие, и составлялись, допустим, десять работ этой восьмерки, те, которые попадали в каталог. Вы понимаете, когда вы выставляетесь рядом с какими-то очень крутыми профессионалами, вы себя, как бы, подтягиваете на эту территорию, да? Вот так вот, хоть немножко, да? Сделайте, я победитель, восклицательный знак. Сделайте так, чтобы вашу работу рассматривали больше, чем других, да, художников. Так, и последнее, что я вам хочу сказать, надо иметь дом-мастерскую. Пишем дом-мастерская. Дом-мастерская – это ваше место силы. Место силы. Если вы будете иметь дом-мастерскую, будете ли вы жить там, или вы будете приходить только рисовать туда, вы обязательно туда будете стягивать все свои работы, все свои записочки, все музыкальные, да, там приспособления, что у вас музыка хорошо звучала там. В общем-то, всего себя туда будете стягивать для того, чтобы оттуда вещать миру. Если у вас не будет дома-мастерской, вы не сможете поймать те мысли информационные к себе, потому что вы постоянно перемещаетесь, да? То поехали там в Париж, то поехали в Грибовку, то куда-то еще поехали к бабушке в село. За вами не успеет информационное поле разъезжать. А если у вас будет дом-мастерская, вот туда вы будете приходить, и уже вот эти внешние силы информационные будут знать, что туда вы приходите для исполнения своих, допустим, произведений искусства. Маленьких, больших, и давайте мы примерно себе скажем, что это будет лофт, арт-пространство. Пишем лофт. Все знают, что такое лофт? Лофт, арт-пространство. Лофт, мы скучаем за прошлом, мы скучаем за этими заводами, да, разрушениями. За этим красным кирпичом, за этим старинным полом деревянным, который с 19 века к нам пришел. И вот лофт, арт-пространство, мы должны наполнить из того равнодушия к нему, когда было в 20 веке, к нему равнодушие какого-то завода, да, мы должны наполнить собой, чтобы оно служило информационной территорией для других людей. И чтобы эта информационная территория работала, вы должны хоть когда-то, иногда делать квартирники. Квартирники для своих друзей, для команды единомышленников. Кстати, надо написать еще, команда единомышленников, сейчас напишем. Потому что без команды единомышленников, вот они, квартирники, сюда приглашаете в свой дом-мастерскую только своих духовно близких вам людей, которые не разрушат это пространство завистью, там, ненавистью, еще чем-то воровством, да. Сюда только любимых людей приглашайте, которые улучшат своей аурой это пространство. И как пример я вам расскажу, вы, наверное, знаете, что у нас есть подземный этаж в Ауруме, он называется Underground, это заслуга нашего Павла. Мы один раз туда зашли просто за какими-то строительными материалами, там болерная под нами, так. Болерная этого дома, там, где все капало, все валялось. Сейчас это очень уважаемое арт-пространство, которое не для всех открыто, но для тех, кто рисует территорию Ню, мы там всегда рисуем обнаженные модели с нашими лучшими студентами и со всеми, кто хочет примкнуть к этому действию. Вы, наверное, знаете, что мы там делаем. И, конечно, мы встречаемся по разным поводам, которые являются как маленькими душевными праздниками. И давайте мы вот к этому слову квартирнику напишем вот это вот слово. Мы обязательно должны иметь команду единомышленников. Она постоянно будет меняться в течение вашей жизни. Вы сами поймете, когда к вам примкнет кто-то из этой команды единомышленников, кто-то придет, да, к вам, а кто-то уйдет в другую команду, но при этом не перестанет быть вашим единомышленником на всю жизнь, да. Некоторые уходят, да. У нас на всю жизнь не может быть одна команда. Она вибрирует, она то увеличивается, то уменьшается, то один человек остается в этой команде, то вдруг 10 человек, да, оказывается. Смотря как вы действуете, к вам будет или притягиваться народ, или убегать от вас. Ну, помните, Энди Уорхол сделал огромную команду единомышленников, которая в итоге его и растерзала там из пистолета, стреляла в него там одна женщина и так далее. Но он так светил собой, что к нему прилипло очень много народу, и он и стал законодателем какого-то вот движения в искусстве, которое, допустим, очень уважаемое. Так, и вот помните, что дом-мастерская, это может быть и выставочное пространство для вашего будущего произведения. Пишем, выставочное пространство. Даже вот для выставки одной картины, для маленькой выставочки нескольких работ, допустим, на протяжении, задайте себе 5 метров, да, и вот эти 5 метров возьмите, сделайте как маленькую выставочку. И вот пишите, выставочное пространство. Для ваших будущих произведений. Ваших, с большой буквы, ваших произведений. Если вы будете выставляться когда-то в уважаемой галерее мирового значения, где бы вы не выставлялись, в какой вы хотите стране, вот, сначала вы должны потренироваться. Вот потренируйтесь у себя в доме-мастерской, да, позовите себе на квартирник команду единомышленников и парочку врагов позовите, критиков позовите. Пусть они скажут, достойно ли это маленькое выставочное пространство ваших произведений, ну, допустим, 5 картин. Раз, два, три, четыре. 5 картин сделали, которые вы хотите показать миру, да, и которые могли бы висеть вместе, да, маленькая выставочка. Ну, может быть, поддержать их парочку набросков, да, и уже у вас организовалось такое маленькое высказывание, да, допустим, сколько там, 5 метров, да, 5 метров стены, да, и вы высказались, да, и вдруг ваша команда единомышленников сидит, да, там, допустим, пьет вискарик, да, там, с лимончиком, и говорит, и говорит, боже, да это же достойно того, чтобы выставиться в Париже. И вдруг какой-то человек, который критик, да, он говорит, рано, вот не надо пока выставляться в Париже. Давайте выставимся где-нибудь в какой-нибудь галерейке, ну, допустим, в Киеве, в небольшой уважаемой галерейке. Посмотрим, как общественность Киева возьмет это. Потом в Киеве выставили это пространство ваших 5 картин, к нему еще подрисовали парочку картин, выставились в Москве, да, в Санкт-Петербурге выставились, везде, везде смотрите, как публика будет реагировать на ваше высказывание. Если вас затопчут ногами, значит, перестаньте действовать в этом направлении сильно. Держитесь за него, это ваше направление, ну, чуть-чуть измените вектор, чуть-чуть измените вектор, потому что затаптывают ногами, знаете, чем? Мимо проходят. Если только работы ваши останавливают зрителя, и зритель начинает медленно к ним приближаться, зависает возле них и начинает их нюхать, значит, вы попали в точку. А если человек вынимает пачку денег и вам дает за эти работы, значит, вы попали не в бровь, а в глаз, и надо действовать дальше в этом направлении. Только не остановитесь, пожалуйста, на одних натюрмортах. Надо двигаться дальше в рисовании человека, в рисовании пейзажа, в рисовании мыслей своих. Вот. И обязательно ставить перед собой такие задачи, когда вы будете каждую следующую работу делать для себя улучшенного, да? Лучше мыслящего, лучше делающего красоту, подобно старым мастерам, да? И вы, когда будете сами с собой соревноваться, что предыдущая картина чуть-чуть хуже, а последующая чуть-чуть лучше, вы станете таким спортсменом, да? Можно быть со спортивным духом, когда вы делаете в своей жизни много-много картин. И я вам желаю, конечно же, найти тех людей, которые вам помогут это сделать. Конечно, это ваша семья, муж, дети, мама, папа, бабушка, внуки. Это вся ваша драгоценная семья, которая потом будет владеть этими всеми богатствами, да? Вы же пишете, не на один день масляные работы, масляные краски, они сохраняются вон... На Брейгеле мы были только что, они прекрасно сохранены. Ведь 600 лет так работам. Так что мы в ответе за то, что мы делаем и какую информацию несем для будущих поколений. Конечно же, у вас будут и плохие работы получаться, тоже ничего страшного. А вот когда будут драгоценные, золотые такие работы получаться для будущего, сохраняйте их возле себя, пожалуйста. Не надо их отправлять куда-то за океан. Все равно люди узнают о них. Сейчас будет маленький перерыв, потом Паша будет награждать вас победителей наших курсов, которые написали самые лучшие работы, мы считаем. Не только всем участникам. Многие еще будут в записи смотреть. Ведь запись, как известно, мы стараемся на постоянной основе, чтобы была доступна для всех наших участников. У нас в этом году мы провели 7 новых курсов. В прошлом у нас был курс Интуитив и Образ человека. Два небольших курса. По ним мы итоги подвели уже. Поэтому сейчас я хочу назвать победителей за этот год. Вот, допустим, курс Владимира Ильичева и Елены Ильичевой «Дворцы и площади Парижа» в нашей закрытой группе мы получали ответы на домашние задания. И победителем этого курса, кто прошел этот курс и завершил его полностью, все занятия, в 2018 году за лучшую работу награждается Джамиля Назербегова. Она написала работу «Дагестанское старое селение» Анчи, если я правильно говорю. Вот вы можете посмотреть, почему. Владимир попросил вот этой техникой, которую мы делали, «Дворцы и площади Парижа», сделать какую-то свою архитектурную территорию, которая дорога вашему сердцу. И вот Джамиля Овничка, она очень активная наша студентка. И посмотрите, как она мягенько и аккуратно сделала горное оселение. И когда эти архитектурные сооружения вырастают из гор. Вовочка, что ты хочешь сказать? Да, и она свою разыграла, там еще мизансцену очень красивую. Она разыграла здесь свою мизансцену. Там люди у нее появились. Да, вот если близко посмотреть, то она просто туда вошла и нам предоставила туда войти. То есть это уже картина, и мы спокойны за Джамилю, что она сможет таким образом, архитектурным, дальше писать свои картины. Да, Джамиля получает подарок, видеоурок «Облака над старинным городом». Да, он ей будет выслан на электронную почту и доступ к нему. Дело в том, что наши курсы, они бессрочные. То есть они, если уже один раз прошли онлайн, то запись остается. И к каждому из этих курсов присоединяются, постоянно присоединяются новые студенты. Мы будем подводить раз в полгода. Один раз в полгода мы будем подводить итоги на лучшую работу. Желательно, чтобы эта работа была не копией написанной картины на одном из занятий, а своим мыслящим, интеллектуальным проектом. То есть используя те знания, которым вы научились в процессе каждого курса. Потому что наша задача, задача наших экспертов – научить вас чему-то новому, чему-то интересному, чем вы в итоге будете пользоваться потом в своих творческих направлениях. Курс «Образ человека». Он у нас был разделен на… Вообще курс «Образ человека» разделен на 4 потока. Первый поток – это натурный класс. Второй поток – это образный класс. Третий поток – это портретный класс. Кстати, портретный класс у нас стартует с 9 января. Четыре занятия. Да, четыре занятия один раз в неделю. Курс небольшой, но очень концентрированный для тех, кто хочет действительно грамотно писать образ человека с натуры. Портретный класс у нас стартует 9 января. Потом будет у нас композиционный класс, наверное. Посмотрим. А еще есть класс «Ню». Это бонусный класс. Там, где будет обнаженная натура. Он у нас проходит вживую здесь, в арт-центре «Ауру» в Одессе. Но мы пока немножко не осмеливаемся его показать онлайн. Но мы это обязательно сделаем для закрытой группы, так как это одно из необходимых направлений в искусстве. Готовьтесь, учите пластическую анатомию. Да. Наталья Алексеева, один из самых активных подписчиков и студентов, по заданию на курс «Образ человека» написала вот такой вот череп. Череп? Да, череп… Техника «Blade & Socks», подписочка прошкрябана, протерта. Череп человека. Вот было бы неплохо, чтобы все сделали такие черепа, но фаз в три четверти и в профиль. Вы тогда будете знать перед портретом, вы будете знать из чего состоит человеческая голова внутри, да? Вы будете знать где что, какие кости, какие впадины. Вот надо обязательно, чтобы… Учитесь у Натальи. Это просто к курсу «Образ человека» бонусом идёт 4 занятия из курса «Пластическая анатомия» Владимира Ильичёва. Там написание кисти и черепа человека в графической интерпретации и в живописной. Дело в том, что Наталья, она тоже очень активный наш студент и она, по-моему, практически в каждом курсе участвует из всех. Да, можно было Наталье дать много. Да, Наталье можно, в принципе, давать подарки за каждый курс, но я думаю, что мы Наталье дадим просто один общий подарок как самому активному студенту. Не забудь дать Наталье общий подарок в Грибовку или что? Я сейчас о Грибовку расскажу. Наталья у нас получает видеоурок «Тельняшка». Чтобы он немножко к Новому году напомнил о том, что всё-таки есть лето. Что надо приезжать в Грибовку к нам на лето. Да, летом у нас очень большие планы на пленэр в Грибовке. Будет новая программа. Она уже есть, её надо просто вот уже предоставить студенту. Да, ну и здесь образ человека, который мы подчеркиваем, что к этому курсу мы дарим похожее направление в видеоуроке четырёхчасовом. Елена Ильичева «Тельняшка. Женский образ на берегу моря». Ну, браво, Наталья! Браво, да. А вот Наталья Юрьевна по образному классу сделала работу с натурой. Действительно, натур написала, что ей позировал сын. Да, позировал сын. Она сделала вот куварликина приятного, да, который и по цвету хорош, и такой вот, знаете, своя стилизация произошла у человека, что не копия, знаете, прямо фотографическая этого сына, а обязательно исторический костюм, да, и вот такая орликинская его поза и задумка такая. И пусть будет это однофигурная композиция. Мягко переходим. От однофигурной к двухфигурной, потом к многофигурной. Сейчас она победила в своей нежности к своему сыну. И получает видеоурок «Девочка с сачком». Тоже однофигурная композиция на берегу моря. Браво, молодец. Браво. Так. Ольга Большакова. Наша любимая Олечка. Да, Олечка написала к курсу тех, кто нас вдохновили. Модильяне. Да, товарища Модильяне. Да, причем стилизовала его под свой почерк. Я знаю Олен почерк. Она часто к нам приходит в Москве на мастер-классах. И вот честно вам скажу, когда Оля сидит среди студентов в Москве, да, нам так с Вовой спокойно преподавать, потому что это еще одни мы, понимаете. Оля уже полностью состоит из нас и является уже, я считаю, профессиональным художником. И она уже и поступила в профессиональный союз художников и выставляется. Да, и получается подарок «Персальские любовные истории». Это многофигурная композиция. Такой вот видеоурок живописи длительностью 4 часа. Олечка. Браво. Да, с Олей, Еленой, с Владимиром скоро в Москву уже наконец-то соберутся. Мы немножко пропустили поездок в Москву, но там очень три классных мастер-класса будет либо на конец января, либо на середину февраля, скорее всего. Уже все ждут, я знаю, что все ждут, я всем пишу, что немножко еще потерпите, и мы уже окончательно соберемся. Хотим очень поблагодарить Алексея Чея. Он одним из первых на курсе «Секретные подмалевки» написал работу, которая очень отличается от других, да, за счет чего вот этот физарис… Это воздушное пространство сделал мужчина. Вы знаете, мужчины, они очень хватки к этой технике, они понимают, что они могут самовыразиться очень хорошо и быстро. И техника живописная. Мужчины очень ценят эту технику. И технику наброска, быстрого наброска с живой натуры тоже. Мужская рука быстрее захватывает. И вот посмотрите, если даже эти предметы могут быть как бы отдельно рассматриваемые, он сделал такую дымку, что даже интеллектуально не подберешься к этой работе, а сразу ее воспринимаешь открытым эмоциональным центром. Дымкой завьючил все предметики, и они стали одной семьей. Поэтому цветовая гамма и нежность прикосновения, мужчина нежно, да, подошел к живописи. И подмалевок там какой-то жареный. И вот этот подмалевок объединил даже, может быть, на первый взгляд, кажущиеся неподходящие друг другу бутылки, да. Но он так сделал это с фумата, ауру этого всего, что как бы этим туманом покрыл все и сделал единое целое, как семья, да, из этих предметов. Молодец. Да, Алексей получает видеоурок-корсет, видеоурок Владимира Ильичева, четырехчасовый. Побольше по мужчин, да? Да, у нас много мужчин с нами пишут, постоянно... Женщин больше. Женщин больше, да. Но мужская живопись, конечно, сразу отличается. Конечно. Людмила Воронова победила на курсе «Тайные знания старых мастеров». Вермеяра. Работа посвящена, да, господину Вермеяру. И, смотри, какая драпировка здесь, да, и дым, дымка. Ой, драпировка. Вот Людмила смелая художница. Посмотрите, я предлагала только виноград сделать, но она этот виноград окружила предметами и драпировками и какими-то солнечными пятнами только своими. И она не затмела этот виноград, а она его поддержала. Это большое искусство, знаете, мудрости. Мудрости есть художественное. Когда не испортить что-то хорошее, большим количеством нарисованного. За мудрость Людмила получает премию. Да, премия в виде 7-часового видеоурока «Митрувианский человек» по Леонардо да Винчи. Уже тема, настолько мы погрузились в эту тему. Сейчас идет курс «Леонардовские игры», авторский курс Елены Ильичевой. Сегодня у нас, кстати, пятое занятие этого курса, посвященное принципу Леонардо да Винчи «Арты из Киенса». Да, вот, кстати, надпись «Арты из Киенса» на одной из работ, где есть молодой и старый Леонардо с его рисунка сделан. Вот сама надпись, вот графические какие-то элементы, которые всегда приветствуются в любой картине, можно использовать и придавать ей какого-то веса такого хорошего. Кстати, можно я дополню к Леонардовским играм, после 7 занятий обязательно мы с Владимиром вам предложим сделать дипломную работу по Леонардовским играм. Хорошо? Это я поняла, что надо сделать, чтобы люди написали свои картины по тем знаниям. Ну правильно, да. И нам прислали, а мы опять выберем лучшую и наградим обязательно Леонардовского студента номер один. Да, у нас будет разработан электронный IQ-сертификат, в котором будет определен балл за итоговую работу. Да, балл мудрости. Вот. И присоединяйтесь к нашим курсам, которые даже если уже прошли, они не прошли на самом деле, они постоянно. Вы присоединяетесь к группе единомышленников и развиваете свои способности свои. Самостоятельность. Вы с этими курсами, вы встанете на ноги и станете самостоятельно мыслящими художниками. Вот мы ждем. Они прямо прорастают, эти художники, или мы, как мы говорим еще, золотинки засвечиваются, да, то так, то Оля Большакова начала самостоятельно выставляться, то Лариса, да, Лапшина начала выставляться. Оксана Лапшина начала выставляться. Танечка Богомолкина прекрасную персональную выставку сделала. Прямо Одесса пала к ее ногам. Скоро будет выставка Саши Никитенко, нашего мужчины, который очень хорошо трудится вот с нами. И вот мы ждем, ждем от вас, когда вы засветитесь как профессионалов. Да, любой ваш успех, это нам большой почет. И бальзам нам. Да, мы видим, как наши студенты, которые находятся в других странах, как они становятся более успешными, более интересными. Наша задача, чтобы каждый наш урок, каждый наш вебинар, каждый наш курс заставлял вас мыслить по-новому и находить что-то новое в своих творческих исследованиях. Плюс еще, каждый участник курса по завершению, после того, как напишет задание по этому курсу, это либо дипломная работа, либо просто задание, мы высылаем электронный сертификат. Они уже почти все готовы у нас. Обязательно именной сертификат, который вы сможете у себя распечатать, где вам удобно, в типографии или дома, и вставить на полочку, на прамочку. Вот. Обязательно приглашаем всех, кто в Москве находится, приходите на наши мастер-классы. Плюс Грибовка у нас, да, в июне будет Грибовка. Две Грибовки. А, в начале июня и в начале сентября. Да, Грибовка это живописный марафон, живой живописный марафон. Плюс отдых на берегу моря, общение, тусовка. Всех милости просим. И в этом году мы какие хотим курсы запустить? Пишите, что вы хотите, мы вам будем подтягивать эти знания. У нас есть наработки на второй курс Старых мастеров. Да, Тайные знания Старых мастеров. Туда войдет пять других художников, да. Которые являются нашими учителями свободных. Да. Секрет концептуального мышления будет. Возможно. Да, обязательно. Когда надо будет пригласить кого-то концептуального мыслящего, допустим, Кабачевка, Владимир. Да, мы обязательно будем приглашать в этом году новых авторов, чтобы было интереснее. И структуры в искусстве. У нас даже уже подготовлена программа. Обязательно. Будем учиться рисовать ржавчину. Будем учиться рисовать песок. Камень, ржавчина. Любые поверхности, которые помогут создать неповторимую картину. Все уже убедились, что плоская, скучная живопись никому не интересна. Она может дать яркий эффект в первую секунду, когда человек посмотрел. Ой, красивая картинка. Но в итоге она не задержится нигде. Я не говорю вообще о стенах коллекционеров или о стенах музеев. Я даже не говорю о мыслях в головах зрителей. Делайте глубокую философскую живопись. Тогда ваши произведения обретут совсем другую ценность. Во времени задержатся. Главная проверка это проверка времени. Задержатся во времени. Не порвут работу, не спалят, не поставят за шкаф. Значит она попала правильно и она согревает людей. Какого бы ранга они ни были. От самого простого там ребенка до коллекционера мирового масштаба. Да. И именно поэтому мы стараемся максимально доступными сделать все наши образовательные проекты. Поэтому давайте будем подходить к концу. Подводить итог сегодняшней встречи. Потому что у нас через час уже начало пятого занятия лимнатовских игр. Все кто хочет получить подарок новогодний. Напишите пожалуйста в чат. Хочу подарок. Чтобы мы знали, что этот подарок вам действительно нужен. И я объявляю еще до четвертого числа мы включаем скидки для всех, кто не успел приобрести и принять участие в наших курсах. Скидки до 50%. Ого. Да. Это на самом деле большой ход. Мы сильно стараемся подвинуть всю нашу ценовую политику. Для того, чтобы наши знания стали более доступны. Присоединяйтесь в список курсов. Я дополнительно... А, вы можете перезагружить страницу и нажать на кнопку вверху над кнопкой видеоплеера. И посмотреть список всех наших курсов. Ну и конечно 51% до 4-го числа скидки на все видео уроки из нашего каталога сайта AuraMarket также доступны до 4-го января. Маленький анонс мы забыли. Будет супер новогодний, даже больше рождественский вебинар 4-го января. Это будет 3 подарка на Рождество в одном мастер-классе. Где-то они есть. Ну покажи хвостики. Это будет 3 маленьких картинки, которые вы, когда их напишите. Ни один человек, кому вы подарите на Рождество эту картинку, он просто не сможет отказаться. Никто в жизни не поставят за шкаф или там куда-то спрячет их. Это будет просто уникальное произведение искусства с дополнительными... Как будет написано, что там у нас вообще? Ну смотрите, мы так хотим сделать, чтобы вы могли дарить картины людям. Потому что сколько можно покупать ненужную икерию, которую человеку хочется выбросить. Своими руками создать. Своими руками создать, допустим, на День влюбленных, допустим, создать 3 картины и подарить тем любимым людям, которые вы хотите сделать добро, ну духовное, да? Это духовный подарок, живопись будет. А вот сейчас, 4 числа, мы напишем маленький пакетик калины, да? Потом шиповничек напишем в такой чаше, да? И черноплодную рябину на подоконнике нарисуем. И мы все это напишем на латыни, как они называются. То есть, этот маленький подарочек, 20 на 25, по-моему, да? Холстик. Вы можете оформить под паспортушку, в рамочку и подарить любимой бабушке, да? Или любимому внуку, допустим. Да, подводим итоги. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и всеми другими праздниками. Я лично от себя пожелаю всем из 2018 года перенести в 2019 только качественные знания, которые вы получили в этом году. И использовать их с умом, использовать их в своих творческих наработках. И будьте с нами, развивайтесь. Нам очень приятно, что армия наших студентов растет с каждым годом. Золотинки, а окна. Да, у нас уже более 5000 постоянно действующих студентов. И мы со следующего года постараемся подключить уже другие направления, которые можно назвать изобразительным искусством, но... Плавание научишь студентам? Плавание учиться в Грибовке. В Грибовке плавание будем учиться. Нет, на самом деле мы планируем подключить это парикмахерское искусство. У нас есть очень классные мастера и планируем подключить искусство макияжа. В этом году, я надеюсь, у нас уже есть даже несколько видео отснято. Мы постараемся уже начать публиковать. Тоже наверняка многим будет интересно. Поэтому с Новым годом, с наступающим Рождеством. Всем хорошего 2019 года. Как говорил наш товарищ Максим, архитектор, большой мыслитель. Он говорит, какой там год следующий, 2019 год свиньи. Пусть китайцы, говорит, празднуют год свиньи. А мы будем праздновать год священного орла. Но это уже кому как будет угодно. Всех с Новым годом и до новых встреч. Ждите свои подарки на вашу электронную почту в ваших личных кабинетах. Всем счастливо. Ждите свои подарки на вашу электронную почту в вашу электронную почту в вашу электронную почту.